А здрасте! Всем приветуленькие друзья! Продолжаем золотой колос. Карьерку, да. В прошлой серии мы закупились техникой и участками и сегодня, в общем-то, уже приступим к работе, поэтому погнали посмотрим, что нам вообще надо сегодня сделать. Ну, во-первых, друзья, наше 18-е поле. На нем растет лен, он вырастет еще не скоро, поэтому в течение дня придется его убрать. Я думаю, что мы с ним пока ничего делать не будем, отвезем на базу тюки, льняную солому точнее. Мы просто затюкуем и сразу же продадим, деньги нам не помешают, плюс ее здесь не особо сильно много будет. Также, друзья, у нас есть еще два поля, это 6-е и 7-е. На 7-м у нас растет соя, урожай созрел, поэтому его надо отвезти, собрать и отвезти на базу. Что пока с ним делать я не знаю и на другом поле у нас растет подсолнечник. Это поле нужно будет один раз удобрить, кстати, льняное, по-моему, тоже надо будет удобрить разок. Не, льняное удобрено, там все нормально. Я думаю, что мы запустим самолет, когда уберем вот это вот поле с соей и запустим самолетик, оно удобрит, или когда посеем уже, неважно. Также, друзья, у нас куплены рисовые поля, рисовые ячейки. Их как бы тоже сегодня неплохо было бы засеять, плюс здесь нужна известь. Здесь работы много, но засаживать мы их пока что будем не рисом, а другими культурами, которые нам нужны. Потому что есть у нас, во-первых, и животные, и, в принципе, есть чем заниматься, много чего надо. А именно, давайте, в общем-то, посмотрим, что нам надо. Во-первых, коровник. Здесь нужна будет моносмесь, она делается из травы, силоса и соломы, поэтому нам надо что-либо, что дает солому. Также нужна будет сена трава, но это мы обкосим. Свекла, морковь нам нужна. На самом деле, я не очень хочу ее выращивать, плюс ее не так много здесь требуется. Мне кажется, будет проще взять какой-нибудь контракт на уборку свеклы и остатки просто оставить себе. Или морковки. Далее, друзья, отруби или жмых. Тут, в общем-то, есть два варианта, где вот это вот все дело раздобыть, потому что заводы, опять-таки, я покупать эти не хочу. Но можно взять заказы на производство и, во-первых, у нас растет подсолнечник, можно будет его отвезти на переработку на маслоэкстракционный завод, по-моему. Да, и будет здесь жмых. Кстати говоря, если говорить про линию переработки льна, да, есть вот тут льняное масло, дается жмых. Если мы привезем, допустим, 40 кубов льна, хотя мы столько не соберем, мы 22 куба жмыха соберем с этого всего. Поэтому лен мы уберем, мы тоже отвезем это все сюда, переработаем, будет у нас жмых. Ну и подсолнечник потом мы тоже переработаем, и у нас будет жмых. Отруби нам в любом случае понадобятся, поэтому мы точно так же вырастим пшеничку, отвезем ее на мельницу, переработаем в муку и отруби получим, заберем себе. Ну а муку продадим. С этим, в общем-то, понятно. Ну, вода это у нас будет с вышек водонапорных, мы их починим, когда понадобится солома, понятно. Ну и вроде как с коровником все. С овчарней все немножко проще, здесь нужен будет сила с трава и солома, и все. Ну и водичка, конечно же, тоже с башни. А вот с птицей фермой все немножко сложнее. Тут опять-таки надо будет сначала затариться комбикормом. У нас есть комбикормовый цех, и поэтому надо будет вырастить пшеницу, кукурузу, понадобится жмых, отруби и, в общем-то, вот так вот все. В связи с этим, мое предложение. У нас есть четыре поля свободных, которые мы будем сегодня засаживать. Это седьмое и рисовые вот эти поля. Соответственно, два поля из них мы засаживаем пшеничкой, два поля засаживаем кукурузкой. И вроде как все становятся счастливы. Также нам понадобится дохренища травы, на самом деле. Нам ее очень много понадобится, потому что и на моносмесь, и на силос. Также, друзья, мы же с вами приобрели сады, поэтому хочется заняться ими с первого дня. Во-первых, конечно же, надо будет их засадить, а во-вторых, нам нужен будет компост. По моим подсчетам, на четыре дня садов жизни требуется 600 кубов компоста. Во, вот сюда вот мы это все дело сгрузим, компостную яму. Но, так как мы купили вот здесь вот теплички, здесь есть большая лужайка, которую можно будет выкосить и набрать здесь травы. Я думаю, что вот эта трава пойдет на компост, а трава, которая вокруг наших полей, там, вокруг шестого-седьмого, мы ее скосим, и это так будет. На силос чуть-чуть, на траву чуть-чуть, и, в общем-то, животным пойдет. А вот эту лужайку, она тоже находится в нашей собственности, мы пустим на компост. Я думаю, план понять. Также, да, обязательно надо будет завести, купить грунт на теплице и отвезти. Но это все уже такое, там, автодрайв сам будет работать, и все будет нормально. В общем-то, погнали всем этим делом заниматься. Работы до хрена, времени не так много. Начнем мы, друзья, с покупок на садовом центре. Что нам надо здесь купить, и что здесь вообще продается. Гербициды нам не нужны, известь нам нужна. И возьмем сразу, чтобы забить весь склад. Туда влазит 102 куба, поэтому мы 102 куба и берем. Далее, фунгициды и инсектициды. Это нам понадобится для садов. Понадобится, в принципе, не скоро, но я думаю, что имеет смысл купить прямо сейчас. Расход там тоже не сильно большой, поэтому по 5 кубов, если мы возьмем, и того, и другого, не обеднеем, и все будет нормально. Удобрения нам не нужны. Жидкие удобрения пока что тоже не нужны. Они для теплиц будут, но там вроде как компостом можно будет все это дело. Я еще не пробовал, как это работает. Разберемся, это тоже не скоро понадобится. И для теплиц нужен будет обогащенный грунт, поэтому мы обязательно берем 700 кубов грунта. И 54 тысячи мы тратим вот на это вот все дело. Также нам нужны будут семена, но я отправлю туда Урал, который мы, кстати, еще не купили. Погнали в магазин, купим. Вообще, нам потребуется даже не один Урал, а два. Во-первых, нам нужен бортовой вот такой вот Уральчик. Для того, чтобы семена возить и прочую фигню, мы его покупаем, 45 тысяч он стоит. А также нам нужен с платформой для перевозки поддонов. Можно, конечно, взять Мана, но сейчас мне очень жалко на него денег. Можно взять старый Урал, он, в принципе, будет справляться со своей задачей. А можно взять Урал Некст, у нас такого не было, он не так давно появился. Поэтому давайте возьмем его, даже красить его на самом деле не буду. Вполне себе приятный у него цвет. А также к этому всему добру нам нужна вот такая вот полуприцеп автоподбор. Его мы тоже берем. И, соответственно, техники у нас теперь вроде как нам все должно хватать. Ну и, в общем-то, давайте отправлять всех в работу. В первую очередь отправим нашего Урала. Во-первых, выгоняем его вот сюда. Ему в первую очередь нужно будет съездить и перевезти на базу семена. Я думаю, что по одному полностью забитому кузову пшеницы и кукурузы должно хватать. Поэтому ставим ему перевозку. Давай едь в садовый центр за семенами. И разгружай эти семена на базу зерновыгрузка. Нет, не зерновыгрузка. Семена выгрузка, да. И вози семена. Хотя здесь можно это не ставить. Но тогда надо будет все равно автогруз еще ставить. Поэтому занимаемся еще и автогрузом. Загружай семена из садового центра. Во-первых, пшеничку. Ну и, конечно же, кукурузку. Семена берем первого сорта, потому что он нам уже доступен. И он супер классный и супер производительный. На выгрузку делаем абсолютно два таких же задания. И вот они, у него четыре задания есть. Поэтому это меню мы закрываем и отправляем этого товарища работать. Две поездки ему нужно съездить. Бзинь. Погнал. После того, как у него не назначены сейчас эти самые парковочные места, поэтому он отвезет и приедет обратно на садовый центр. И будет нас там ждать. Также вот этого товарища можно сразу же, кстати, отправить на садовый центр. Там, где идет покупка рассады. Потому что там мы будем покупать саженцы для наших деревьев. Отправим его туда. Пускай стоит, ждет и все у него будет нормально. К нему мы вернемся попозже. Также из работы у нас впереди уборочная, конечно же. Поэтому нам надо взять наш комбайн, отправить работать. Этот товарищ у нас будет работать по курсплею. У него все будет хорошо. В общем-то он погнал работать. Я думаю, он это быстро поле уберет. Девятиметровой жадкой поле прям совсем малюсенькое. Поэтому все нормально. Ну и, конечно же, надо отправить трактор, который будет его разгружать. Это будет GCB, разумеется. Как раз напротив прицепа он припарковался. Точнее, нам его припарковали, когда привезли наши суперзаказы. Этот товарищ у нас тоже будет работать по автодрайву. Будет на шестом-седьмом поле. И выгружаться будет на базе зерно выгрузка. Все, товарищ, тоже погнал. У тебя все будет хорошо. После того, как закончишь, тогда отправим тебя там и известь возить, и грунт возить. И работа у тебя дохренища. Катайся. Далее, из полей, что нам еще надо сделать? А это нам надо, во-первых, закультивировать вот эти вот наши рисовые поля, потому что там требуется вспашка. У нас есть два чизель-культиватора, поэтому надо отправить этих товарищей туда. Правда, у меня туда автодрайв не проведен. Что, в принципе, не есть хорошо. Ну ладно, короче, я этих ребят отправляю и поеду еще и автодрайв там сделаю. А потом уже встретимся, посмотрим чудо как. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... опа чирик так значит вы знаете что надо сделать я тут придумал какую штуку компост который можно производить он же не только из травы и сечки делается он еще из навоза обычного делается и этот самый навоз можно купить у кузнецова причем за сущие копейки называется а бы забрали то есть у него сейчас есть 350 кубов и можно их за 5000 купить поэтому я думаю что мы это сделаем и какая-то часть уже будет у нас готова опять-таки надо будет все это дело отвести и это тоже до хрена времени займет ну ладно ничего страшного в общем то у нас там продолжается сейчас культивация и уборка тут на самом деле осталось уже не так много эти ребята быстро справиться факту здесь уже можно и посев ставить но другой стороны у нас не так много свободных тракторов так что ждем пока они убираются а сами погнали немножко покосим травки тоже то что у нас вокруг вот этих вот полей мы сейчас все вы косим нас есть вот такой классный трактор и есть для него супер классные косилки сейчас поедем немножко покосим «Музыка» «Музыка» Субтитры сделал DimaTorzok Ну, пожалуй, наверное, и вот так вот Да, я понимаю, что обкошено здесь далеко не все, что можно было намного лучше все это сделать Но я, знаете ли, человек не жадный, этого вроде как на старт должно хватить Плюс у нас закончилась уборка поля, поэтому вот этого товарища мы снимаем с маршрута Точнее, надо отправить его разгрузиться и возить известь В принципе, можно его даже сразу отправлять Это на садовом центре ты, получается, берешь у нас там, где удобрение, ты берешь известь Ну, сейчас ты едешь на зерно выгрузка, но потом мы тебе поменяем Ты берешь известь Так, ты по 21 кубу можешь возить, а всего у нас их 102 Это получается 5 поездок тебе надо сделать Поэтому, в общем-то, ты погнал Только, да, она засчитывается Вот так вот надо поставить Все, в общем-то, есть Вот этого товарища мы отсюда тоже убираем Да, кстати, так как у нас убралось поле, то можно и удобрить 6-е и 7-е поле Здесь пиздыни Пускай самолетик летит, убирает Вот этого товарища мы складываем и везем на базу Его работа на ближайшие дни, по-моему, закончится А, еще надо будет потом же лену брать Но ладно, это все равно чуть попозже будет И теперь, друзья, наша задача собрать всю вот эту вот траву и отвезти на коровник Часть этой травы пойдет на моносмесь Часть травы пойдет на силос, на ферментатор Буду, в общем-то, чередовать Я потому что без понятия, сколько ее вообще здесь соберется Хотя, вроде как, ее не сильно много здесь В общем-то, будем чередовать вот эти вот самые прицепы, которые собираются И отвозить один туда, один туда, один туда, один туда Ну и, в общем-то, друзья Я собрал я всю травку Один неполный прицеп получился Я, в общем-то, его не повезу сейчас Потому что я еще планировал потом покосить вокруг этого поля Правда, не знаю, что делать с этой травой Еще не придумал Но, ладно, это не важно У нас, тем временем, закончилась культивация на наших рисовых полях Соответственно, надо пойти вот этих ребят переставить на другую работу А именно, вот ты, дружище Ты у нас едешь в магазин Серьезно? Так ближе? Ну ладно Ты, короче, едешь в магазин А другого товарища мы переставим вот этого Культивируется еще одно поле, соседнее Потому что там, в общем-то, тоже надо Давай, дружище, иди вперед, работай и культивируй Да, здесь уже закультивировано Но мы убираем вот эту вот красноту Требуется вспашка Потому что это Чизель-суперкультиватор Ну, а Вальтер, которая приехала в магазин Мы сейчас тоже отправим на работу Она поедет у нас посыпать известью Вот эти вот три рисовых поля И так как мы туда уже проложили автодрайв То можно без проблем Отправить ее именно туда Единственное, я не знаю С какой шириной разбрасывается известь Потому что у таких разбрасывателей Обычно разное на известь и разное на удобрение По-моему, 12 метров вот такое будет Ну ладно Видите, здесь 24 показывают Но на известь, по-моему, 12 24 это на удобрение Была бы загружена известь, знали бы точно Ну ладно, ничего страшного Значит, ты начинаешь с 17-го поля Давай вот отсюда С разворотиком 12 метров, все нормально В общем-то, не сильно длинный маршрут Начинаешь со стартовой точки И для разгрузки наполнения Используешь автодрайв Едешь ты на поле номер 17 Пополняешься на Очень много маршрутов разбросанных Не по папкам Мне это не нравится Так вот Пополняешься ты на Семена загрузка Насколько я понимаю И пополняешься известь Вперед, давай, работай И на всякий случай Мы тебе, конечно же, автогруз тоже ставим Известь ты берешь с фермы Бесконечное количество раз 9 кубов по максимуму И, конечно же, расскажи нам о том, что у тебя все получилось Во, этот товарищ тоже у нас поехал работать ДжСБшка потихонечку тут возит известь Как только она закончит возить известь Отправлю ее возить навоз Наверное Для наших садов Вот как-то так Друзья, на этом я эту серию закончу В следующий раз продолжим заниматься полями Уже займемся садом Будут у нас еще покупки какие-то Поэтому, если хотите, чтобы серия вышла побыстрее Не забывайте влепить лайк Пишите ваши комментарии обязательно Спонсорам огромное спасибо за поддержку Всем огромное спасибо за просмотр С вами был Никита Дилы Всем пока-ки